В одном из предыдущих видео я показывала, как использовать на одном объекте две UV-развертки, чтобы детали с одной карты использовать на другой карте и за счет этого получить возможность различных-различных вариаций объекта за счет всего нескольких карт. В этом видео я покажу, как сделать то же самое с картами нормалей, то есть как совместить несколько карт нормалей и определенные детали из одной карты нормалей, чтобы получить большое количество вариаций одного и того же объекта. Для начала давайте начнем с простой сцены. У нас в сцене стоит плоскость. Она развернута. Я сделала это с помощью входа в режим редактирования UUnwrap, либо это можно сделать при создании плоскости. Если мы перейдем в раздел данных, то мы увидим созданную плоскость. Давайте назовем ее Base. Это будут базовые детали. Это будет тот UV-канал, который будет использовать базовую карту нормалей. Теперь нам нужна еще одна карта, которая будет использовать детали второй карты нормалей. Для этого создаем отдельный канал и называем его детали. На нем у нас будут находиться те детали, которые мы возьмем со второй карты нормалей. Теперь нам нужно настроить ноды так, чтобы мы могли использовать как раз эти несколько карт нормалей, которые у нас есть. Во-первых, я хочу рассказать просто про карты нормалей, которые мы будем использовать. Я открою окно редактора UV и покажу те карты, которые мы будем использовать. Вот первая карта, которую я назвала базовая. Это базовая карта, которая отображает неровную поверхность, структура больше похожа на камень. В общем, это будет наша базовая карта, детализация с которой у нас будет идти по всему фону и она меняться не будет. Вторая же карта, которая у нас есть, это карта, которую я тоже сделала в блендере с помощью расставления объектов и съемки с камеры. Так вот, вторая карта, она представляет собой, как вы видите, несколько различных структур, которые тайлятся с одной и с другой стороны. Плюс у нас есть тут некоторые детали, но я в данном случае добавила только одну вот такую вот не тайлящуюся деталь. Это вот эта вот деталь. Вы можете сделать любые формы, которые вам необходимы для этой карты детализации и мы ее в процессе будем использовать. Итак, настроим материал так, чтобы мы могли эти карты использовать. Давайте сменим шейдер на Principled. Это просто так, для удобства. И теперь нам нужно создать два входа инпута со значением UVMap, то есть типа UVMap. Здесь мы выберем сначала первую карту, которая у нас называется базовая, продублируем этот нод и затем выберем карту детализации. То есть вот у нас два нода, которые будут отвечать за то, какая карта используется. Для того, чтобы смешать карты нормали, нам не подойдут стандартные ноды, которые представлены в Blender, типа MixRGB и так далее. Для того, чтобы смешать карты, нам понадобится отдельный нод. Скачать такой нод мы можем с помощью Blender обменника Blendswap. Ссылку я оставлю в описании под видео. И когда мы этот файл с этим нодом скачали, нам достаточно нажать Shift-1 или нажать File-Append, выбрать Blender файл с этим нодом и он находится в разделе Ноды. Теперь мы можем с помощью Shift-A групп добавить группу, которая называется Normal Map Mixer. Что она из себя представляет? Она из себя представляет два входа, в данном случае цветовых, которые как раз и будут нодами, которые позволят нам подсоединить наши карты. Базовую карту, как мы ее и назвали, и карту деталей. И затем то, что у нас получается, мы уже сможем использовать в разъеме Normal нашего шейдера. Опять же, давайте сначала создадим вектор Normal Map Note, чтобы перевести нашу карту из вот этого миксера нормалей в соответствующее изображение, которое может использоваться в этом слоте. Далее нам нужно будет следующее, нам нужно будет подгрузить наши карты, для этого Shift-A, Texture, Image Texture. Выбираем наши карты, базовая, дублируем, выбираем детализацию. Так как у нас здесь цветовой нод, мы можем эти карты подключать без перевода их в карты нормалей предварительно. Не забываем проставить Non-Color Data на обоих наших изображениях, иначе у нас карты нормалей отобразятся неправильно. Итак, у нас есть базовая карта, и у нас есть карта деталей. Подключаем их в соответствующие слоты нода Normal Map Mixer. У нас есть фактор, мы его трогать в данном случае не будем. И теперь к первой карте базы мы подключаем нод UV Map с выбранной разверткой Base, и с выбранной разверткой Detail нод мы подключим к нашей второй текстуре. Переключимся на отображение материалов на объекте, и если мы подъедем поближе к нему с помощью точки на цифровой клавиатуре, вот что мы увидим. То есть у нас сейчас просто смешались детали одной карты, как мы видим, вот эта неровная поверхность. Чтобы лучше ее увидеть, можно включить режим рендеринга. У нас сейчас лампа только в сцене, давайте поставим солнце, чтобы нам было лучше видно, и включим рендер. Также можно цвет мира в разделе мира сделать посветлее, чтобы, опять же, лучше было видно различные детали. Плюс, что мы еще можем сделать, чтобы лучше было видно, это поменять базовый цвет Principle Shader на какой-нибудь более темный. Иногда на чуть более темном цвете детали видны лучше. Вот, что у нас сейчас получается. Но это не совсем то, что мы хотим, поэтому давайте отключим рендер, останемся на отображении материала, и посмотрим, что мы можем сделать с помощью нашей карты детализации. Выберем в редакторе изображение нашу карту с детализацией, перейдем на режим редактирования нашего объекта, и обязательно активируем вторую карту детализации. Так как у нас сейчас всего лишь один полигон во всей нашей модели, то есть на нашей плоскости, то мы мало что можем сделать, но тем не менее, даже сейчас я уже могу показать вам. Например, если мы выберем в окне развертки всю нашу развертку и начнем ее уменьшать, то детали на поверхности объекта, которые принадлежат второй карте нормали, то есть детализации, они начнут увеличиваться. Если мы будем ее увеличивать, наоборот, они начнут уменьшаться и повторяться. Но это не очень-то, в общем, интересно, поэтому давайте разрежем, например, нашу плоскость на 11 частей, получается 6, 10, 11, или лучше на 10 с помощью 9 разрезов по одной стороне и с помощью 9 разрезов по другой стороне. И теперь мы можем уже те детали, которые нам нужны, проецировать на те части поверхности, которые нам нужны за счет того, что у нас добавились дополнительные полигоны. Если мы сейчас все выбираем, у нас в окне развертки получаются вот такие вот квадратики. Давайте с помощью S0 это все сгоним в точку и пока что поставим на любой прямой участок поверхности, то есть на любой прямой участок карты нормалей. Мы его будем использовать как раз вот для такой нейтральной карты. Если мы сейчас посмотрим, то мы увидим, что деталей второй карты у нас на поверхности нашего объекта нет. И теперь мы можем уже сами добавлять детали именно в тех местах, которые нам будут нужны. Например, перейдем на режим редактирования, выберем нужный нам фрагмент. Обязательно проверим, что мы находимся на той развертке, которая нам нужна. И развернем этот участок с помощью U-Unwrap. Мы получаем развертку в поле UV-редактора. Теперь, если нам нужно на этом участке создать какую-то деталь, то есть воспользоваться деталей, мы просто эту развертку уменьшаем и подгоняем ее к той детали, которая нам нужна для использования. Например, мы подогнали вот к этой детали. Если мы сейчас посмотрим, как у нас выглядит наш объект, то вот у нас есть базовая карта и поверх нее у нас есть детализация. Как вы видите, при использовании вот этого нода Normal Map Mixer, все выглядит хорошо. То есть ни одна из карт не повреждена и поверхность выглядит действительно достойно. Если нам нужно вот на этом участке, где мы только что делали деталь, например, убрать базовую развертку, то есть убрать влияние первой карты нашей, переключаемся на режим базы, базовые развертки. Точно так же у нас уже есть вот этот вот кусочек. Мы его просто должны уменьшить. То есть вообще до нуля можно его уменьшить с помощью S0. И вот эту точечку мы должны подвинуть на тот участок, где у нас карта Нормалей ровная, то есть плоская поверхность, вот любой из этих участков. И тогда, если мы включим отображение, то мы увидим, что у нас на этом участке, который мы переразвернули, у нас базовая карта никак не влияет на поверхность. Но обычно это так не делается, потому что, во-первых, видно вот эти края, которые у нас здесь есть. В некоторых ситуациях это может, наверное, оказаться полезно. Ну, в общем, желательно использовать первую карту, потому что, в принципе, она используется. То есть вы, например, создаете какой-то объект металлический. У вас есть базовая карта, которая служит в качестве основной карты для отображения поверхности. Например, такая общая металлическая поверхность. То есть какие-то царапинки такие неспецифичные, да, и которые выглядят просто как металл. Это будет базовая как раз карта. А вторая карта, карта детализации, используется уже для каких-то, соответственно, деталей, которые на этой поверхности. Поэтому в нормальной ситуации вам не нужно будет убирать влияние вот этой вот базовой текстуры на поверхности. Вы ее будете всегда использовать. Она будет просто отображением, так сказать, вашего материала, да, вот его такой вот базовой структурой. А все остальное уже, соответственно, будут какие-то добавочные элементы. Поэтому давайте перейдем на режим редактирования. Выберу снова все и нажму You Unwrap. И у нас базовая карта вернется на наш объект. Если не нравится, как у нас вот эта вот карта отображается, да, мы можем всегда немножечко уменьшить силу. Но в данном случае, так как у нас регулятор общий, у нас уменьшается сила и второй карты также. Поэтому, вообще говоря, лучше не трогать просто-напросто вот этот вот регулятор. Аналогично этой созданной детали на поверхности мы можем создать и другие. Для этого нам точно так же нужно войти просто в режим редактирования объекта, развернуть определенный участок и затем вот эту развертку уложить в определенный фрагмент нашей талящейся, в данном случае по горизонтали текстуры. Например, мы хотим, чтобы у нас повторялась вот эта вот часть текстуры с такими пересекающимися элементами. Нажмем S, Y и подтянем нашу развертку так, чтобы она вписывалась вот в этот фрагмент. Так, посмотрим, что у нас здесь получается. А, я исправляла, естественно, базовую развертку. То есть сделала не то. Переразверну это все, перейду на детализацию, выберу фрагмент, который нам нужен, U, Unwrap, и снова повторю тот же самый последовательность действий. Только в этот раз у нас все получится. И вот вы видите, что у нас на этой части нашей геометрии получается вот такой вот фрагмент. То есть вы можете создавать детализацию, просто беря детали с карты нормальной, без всякой даже посторонней геометрии. И этот способ очень хорош тем, что, во-первых, так как это материал, да, вы можете использовать тут всякие разные маски и прочее, для того, чтобы отделять, например, цвета объекта, то есть в какой-то определенной области делать один материал, в какой-то определенной области другой. Плюс, что еще очень важно, вот такие вот настройки, они используются при создании всяких разных модульных фрагментов. Почему? Потому что это очень удобно использовать. Если мы скопируем наш объект сюда, например, и будем использовать развертки с теми же названиями, чтобы у нас вот здесь не сбились настройки, вот, то мы можем даже на один и тот же материал, используя, который мы уже создали, то есть не создавая новый, мы можем, проверив, что у нас развертка включена на детали, мы можем вот этот фрагмент, например, подвинуть вниз и использовать другой кусок геометрии, фальшивой вот этой, которая у нас есть на карте нормалей, например, вот так. То есть вот у нас получились два разных объекта, которые выглядят по-разному. Мы можем подвинуть вот этот наш фрагмент, который у нас здесь был, вот из этой области, например. Мы можем либо вот тут переразвернуть кусок с помощью YouUnwrap и точно так же здесь сделать вот такой фрагмент, подогнав его под текстуру, либо тот фрагмент, который у нас уже есть, мы можем заменить каким-то другим фрагментом с карты нормалей, например, вот этим. И у нас получатся различные варианты нашего объекта. Тут просто базовый, в данном случае, у меня пример такой не особо хороший. Базовая текстура, она слишком видна на поверхности объекта. Если она будет более такая вот, менее, точнее, менее заметная, то ее будет практически не видно. То есть она будет создавать чисто такую микродетализацию. И тогда детали, они не будут смотреться так, как будто они прилеплены на вот эту вот кучу непонятно чего, да. И, опять же, как я сказала, таких вариаций может быть огромное количество. Мы можем делать, например, фрагменты, которые вертикальные, да, которые не горизонтальные, а вертикальные. То есть, например, вот эту вот часть развернем, уменьшим, развернем на 90 градусов, например. И подгоним к какому-то фрагменту. Давайте посмотрим, что у нас здесь получается. У нас тут идут части разных деталей. Но если мы ее сомкнем по одной определенной оси, то мы точно так же можем пользоваться всеми теми нашими деталями, которые у нас есть на карте нормалей. То есть вот, например, мы создали вот такой вот фрагмент. И вот так вот мы можем продолжать до бесконечности. Мы можем сделать кубик, который мы развернем. И мы можем на нем, если у нас будет такой же материал, мы назначим на него такой же материал, и будем использовать такие же названия UV-карт. То есть в данном случае они у нас другие. Поэтому давайте, например, базу сделаем, да, и детали. Так вот, если у нас эти две карты есть, у нас материал будет работать. Если у нас какой-то из этих карт нету, например, детали, да, мы сразу видим, что у нас окошко в материале, оно становится красного цвета. То есть это означает просто то, что нам нужно эту карту добавить. Итак, базовая, например, у нас с помощью SmartV. Тут развернуто. И детали, например, у нас мы хотим, чтобы вот на этой поверхности. Сначала, как всегда, выберем все и сгоним в ноль, чтобы деталей не было изначально со второй картой. И затем выберем нужный полигон, U, Unwrap. И просто его к той детальке, которую мы хотим использовать, пододвигаем. И вот она у нас на поверхности нашего объекта. То есть вот эти три объекта мы создали из одних и тех же карт, используя один и тот же материал, одну и ту же настройку материала, чисто меняя развертку на втором слое. Это очень удобно и позволяет создать большое-большое-большое количество объектов, которые используют совсем небольшое количество ресурсов. Ну, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание.